В этом ролике я расскажу, что делать, если у вас высокое давление. Если у вас бесконечно высокое давление, то подумайте о восстановлении, которое я с вами сейчас поговорю. Действительно, очень-очень у многих, вы даже не представляете, давление высокое по различным причинам. Нервное истощение, перевозбуждение. Соответственно, если постоянно повышен кортизол, то он вызывает задержку натрия и угнетение калия. Это негативно воздействует на нервную систему и на систолическое давление. Об этом нужно знать. Как понизить давление? Можно употреблять продукты, которые понижают давление. Они богаты оксидом азота. Оксид азота нужен действительно для того, чтобы понизить давление. Здесь нам нужна свекла, чеснок, мясо, крестоцветные овощи. И очень важно начинать практиковать диету, где низкое содержание углеводов. Ключевые продукты помогают восполнять запас питательных веществ, нутриентов и понижать инсулин. Потому что, когда постоянно высокий сахар крови, давление тоже высокое. И это идет работа с инсулиновезистентностью. Я уже писала видео об этом, про инсулинорезистентность. Напишите, посмотрите и отметьте его. Напоминаю, что важно поддерживать норму витамина D. Например, моя генетика очень плохая по витамину D и мне не повезло. Витамин D играет большую роль в давлении. И, соответственно, витамин D очень отлично снижает артериальное давление. И у людей с высоким кортизолом почти всегда есть нехватка витамина D. Когда вы принимаете витамин D, это поможет вам снизить кортизол. Витамин D избавляет от воспалений, помогает аутоиммунных заболеваний, даже от гипертензии. Сколько витамина D должен получать каждый человек? Это в зависимости от анализа. Официально рекомендуемая доза это 400-800 международных единиц. Но другой момент, это индивидуально по состоянию. И если мы с вами говорим, что систолическое давление бывает действительно намного выше диастолического, такое состояние называют изолированной систолической гипертензией. То есть гипертония по-простому. И мы с вами говорим про то, что давление принято считать нормальным. И в норме давление 120 на 80. Если какая-то другая история, то важно помогать себе именно тем материалом, который я назвала. Витамин D3, СК2, выход из инсулин резистентности. Если повышен кортизол, напоминаю, нужен будет калий. И продукты, которые я назвала, это свекла, чеснок, мясо, крестоцветные овощи. Они богаты оксидом азота. Оксид азота тоже в организме помогает вам нормализовать давление. И следите за сахаром крови. Это все, что я вам хотела сказать. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И я, Алена.